Так когда же Путин уйдет? Добровольно? Конечно же, никогда. И есть всего три причины, по которым власть Путина в стране может прерваться. Ни добровольная отставка, ни выборы в это число не входят. Власть в России сменится не в результате выборов. В результате чего она может смениться? Об этом сейчас поговорим. Но сначала пара слов о том, что происходит вот прямо сейчас. Мы все смотрим на это удивительное фейковое голосование по поправкам, и многие говорят, вот согнанные бюджетники, голосуя в багажниках и на пеньках, обеспечивают нам вечное правление Путина. Это столь же частая, сколь и ошибочная точка зрения. На самом деле Путин давно уже решил править пожизненно. Не позднее 2011 года, может быть и раньше. Публично эту мысль озвучили 24 сентября 2011. Это та самая рокировочка Медведева и Путина. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи. А потом, летом 2014 года, пожизненное правление стало уже необратимым. События в Крыму, военные преступления на юго-востоке Украины, сбитый Боинг. Все это даже самого Путина лишает возможности взять и передумать. Даже если бы ему очень захотелось, он просто не может спокойно уйти на пенсию. Слишком высокие риски, да и окружение не отпустят. Останешься без крыши, а там глядишь и на скамью подсудимых. Когда уже все повязаны кровью, отступать некуда. Так что же тогда происходит сейчас в политическом смысле? Ничего. Ну, во всяком случае, ничего нового. Ведь мы уже поняли, что Путин просто не может иначе. И в результате этого голосования, конечно, власть не сменится. Да вы просто посмотрите на то, как оно происходит. Думаете, если Путину был важен реальный результат, он допустил бы вот это голосование на пеньках и в чистом поле? Конечно, нет. Мы давно уже знаем, что целью Путина является пожизненное правление. И, конечно, было довольно любопытно, каким именно образом Путин его оформит. Но давайте честно, это был скорее академический интерес. Было интересно, ну вот знаем, посмотрели. Довольно позорно оформил, что уж там и говорить. Но, конечно, нет никаких поводов для уныния, для пессимизма, для озлобления или апатии. Ведь ничего нового не произошло, и ситуация не изменилась. И задача наша осталась прежняя. Приложить максимум усилий для того, чтобы вот это пожизненное правление Путина не затянулось слишком надолго. Почему? Да ведь просто каждый год его слишком дорого обходится Россия. Страна все дальше отстает от всего мира в глобальной конкуренции. Устаревают технологии. Выводятся из экономики за рубеж десятки миллиардов долларов каждый год. А люди теряют ценящее время, которое могли бы прожить с большим удовольствием и пользой для самих себя. Ну так и что же делать-то для того, чтобы Путин ушел? Давайте обратимся к мировому опыту. Надо ведь понимать, что Россия отнюдь не уникальна. Подобных авторитарных режимов на нашей планете было, к сожалению, уже несколько десятков. И причины, по которым они прекращают существование, хорошо изучены. Собственно, есть только три основных причины, по которым пожилой диктатор лишается власти. И над первой из них, чисто так скажем биологической, мы не властны. И поэтому стоит повышать вероятность двух других, то есть дворцового переворота или народного протеста. И для обеих первостепенную важность играет политический рейтинг диктатора. Его авторитет перед элитами и перед народом. И как только рейтинг упадет до считанных процентов, диктатор просто станет бесполезным. Либо люди поймут, что больше не готовы это терпеть, а защищать диктатора без рейтинга никто не будет. Либо элиты поймут, что непопулярный диктатор больше не обеспечивает им защиты и не нужен им, как арбитр, в их внутренних конфликтах. И тогда избавятся от него сами тем или иным способом. Но и то, и другое возможно, когда настоящий реальный рейтинг Путина упадет еще ниже, гораздо ниже, чем сейчас. Рейтинг формируется, разумеется, не фейковым голосованием по поправкам, результаты которого Элла Памфилова просто из головы нарисует. Не опросами в ЦИОМ, не пропагандой Дмитрия Киселева. Но рейтинг Путина можно снизить, нанося удары по его власти, создавая для него проблемы, создавая стресс, используя для этого любые инструменты. И расследования, и митинги, и общественные кампании. И, конечно, региональные выборы. Для этого у нас есть умное голосование. Надо помнить, что нет никакой волшебной серебряной пули. Не надо ждать быстрого результата. Надо работать. И если каждый сторонник России без Путина будет в меру возможности понижать рейтинг диктатора, наносить ему политический урон, мы рано или поздно справимся. И судя по тому, на какие крайние меры с вот этим балаганом вокруг поправок Путин вынужден был пойти, судя по его пикирующему рейтингу, мы справимся скорее рано, чем поздно. Так что, друзья, не будем отчаиваться и не будем удивляться желанию Путина править вечно. Это никогда не было секретом. Это запрограммировано. Но это не повод думать, что желание Путина закон, и ничего сделать с этим нельзя. Будем работать. Не будем сидеть сложа руки и ждать, пока он умрет. И не будем ждать волшебного чуда, типа того, что вот мы его переголосуем, и он идет сам. Будем отщипывать от его рейтинга. Тут и там, там и тут. Пока не выбьем из-под него вялого и слабого режима оставшиеся опоры. Оставайтесь оптимистами и задавайте новые вопросы. Я отвечу на их в следующих выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...